Я буду немножко отвечать на ваши вопросы, потому что это тоже важно, это даёт практическое знание. Сейчас мы зачитаем вопрос. Как вдохновить мужа на полную жизнь? Он иногда хочет слушать лекции, если я его приглашаю, он приходит со мной. Но непонятно, то ли он верит тому, что слышит, то ли нет. Потому что изменений в его жизни не видно. Он не знает, в какой религии он находится. Я понимаю, что у меня есть мечта, чтобы он был неполно развит, но не знаю, как с этим справиться и как его вдохновить. Это не является особенной ситуацией. Это касается всех мужчин и всех женщин. Потому что женщины очень имеют близкое сердце к Богу. Бог женщине дал возможность быть ближе к Богу. Это благословение женщины. Но это не является её заслугой. Это её обязанность. Женщина ближе к истине, сердцем. И это её обязанность. Это не её заслуга. Когда женщина рождается в мужском теле, она становится дальше от Бога и дальше от истины. Когда женщина рождается в женском теле, то она становится ближе к Богу и ближе к истине. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы вдохновлять мужчин на служение Богу. Женщина должна вдохновлять мужчин и детей своей на служение Богу. Так как женщина легко вдохновляется, от природы женщина обладает уникальными свойствами многими. Вот если взять, допустим, и посмотреть, как слушают лекции мужчины и женщины. Женщины слушают лекции вот так. Они очень сильно верят. Женщина по природе очень сильно верит, склонна верить. Если мужчина слушает с верой, это значит, что он большой путь уже прошёл. Женщина сразу начинает слушать с верой. Иногда женщина приходит на лекцию и чуть-чуть сомневаются. Они смотрят на меня чуть-чуть так. Думают, кто не прав, кто не прав, кто не прав. Это значит, что женщина приходит на первый раз. На второй раз она уже смотрит внимательно. На третье уже всё. Она уже вся лекция изучает. Мужчине нужно несколько лет, чтобы поверить на что-то. Женщина быстро чем-то вдохновляется и быстро остывает. Мужчина медленно вдохновляется и вообще не остывает. Если мужчина вдохновился, он как паровоз его разгулив, потом не остановишь. Женщина как ветер подула в одну сторону, подула в другую сторону. Ветер нужен для того, чтобы разогнать паровоз. Если паровоз не разогнался, ветер бесполезен. Ветер может дуть, колыкать, деревья туда, сюда, и ничего не меняется. Ветер дует то туда, то сюда, и ничего не меняется в жизни. Но если ветер дует в одну и ту сторону и разгоняет паровоз, то тогда ветер может сесть в этот паровоз и ехать в нём спокойно, без проблем. Ветер обязанность женщины довести мужчину постепенно к духовной жизни. Надо, вот мужчина, как в этой записке написано, иногда ходит на лекции, иногда нет. Это здорово. Потому что большинство мужчин не то, что не ходят на лекции, они даже слушать об этом не хотят. Если женщина говорит мужу, что я на лекции хожу, начинает ревновать, говорит, что ты там нашла? Кто это такого? Торсунок. И как только она вам узнаёт, сразу начинает искать клейки в сайте в интернет, начинает ей зачитывать, смотри, что пишет адаптный человек. Мужчина склонен ко всему сомневаться. Это признак разума. Сомнение — это признак разума. Вера — это тоже признак разума. У женщины разум чистый по природе и слабый. А у мужчины сильный и грязный. И когда они дополняют друг друга, наступает гармония. Женщина должна по-доброму, очень скромно и смиренно просить мужа приходить на лекцию. Как это делать правильно, я вам объясню. Ни одной на лекции очень неудобно находиться. Я стесняюсь. Пожалуйста, прийди со мной и посиди вместе. Чё тебе жалко три часа для меня потратить, посидеть на лекции рядом со мной? Ну, не нравится и не слушать. Просто приходи и посиди со мной на лекции. Это будет проявлением твоей двери. Или приходи со мной, постой в храме. Я помолюсь, а ты постой просто там, в сторонке. Я хочу с тобой, чтобы ты меня проводил в храм. Я не хочу одна туда поведеть. Если женщина так будет себя вести, мужчина просто приходит с ней куда-то. то через два года он мне и скажет. Я и сам всегда стремился к этому знанию. Я сам, на самом деле, к этому пришёл. И нам с ним согласиться. Прилагайте огромные усилия, чтобы свой мужа привести к Богу. Если вы это сделаете, ваша семья будет в полной сократности. Изменяю только от вести. Когда мужчина, начиная думать о Боге, мысли о измене заканчиваются в его жизни. Мужчина, который реально идёт к Богу, он никогда не предаст свою жену. Поэтому главная цель жизни женщины – это алтарь в доме. Это очистить атмосферу от светской жизни. Светская жизнь означает страсть. Надо очистить атмосферу в своей семье от светской жизни. Надо, чтобы жизнь была религиозной. Найдите свою веру. Ищите. Не нашли ничего страшного. Ищите. Когда-нибудь мы будем. Какая у вас будет вера, не имеет значения. Эта вера должна быть древней. Есть Библия. На основе Библии может быть вера. Или есть Веды. Есть Коран. Есть Алтарь. Выбирайте себе веру на основе священных писаний. Не на основе того, что кто-то что-то сочинил, придумал на основе священных писаний. Выбирайте веру. Но без верности человек живёт. Гарантии сохранить семью нет. В светском обществе нет целомудрия. Нет чистоты. Нет верности. Нет честности. Это общество крокодилов. Которые могут откусить у вас часть вашей семьи. Ко мне сейчас подошла одна девушка. И крокодил в женской юбке откусил у нее мужа. Она осталась без мужа, потому что у нее мужа была женщина. И это обычное дело в этом мире. Обычное дело. Понимаете? Но если муж начинает идти к Богу, то это невозможно сделать. Или сделать гораздо тяжелее. Если по судьбе положено, что убедут, то всё равно у него может быть наставник. У меня есть один знакомый человек, удивительный человек. Который в мою личную жизнь очень много раз помогал мне. Моим близким, друзьям. Он является примером для многих людей, для меня в том числе. Примером чистой, возвышенной жизни. И каким-то чудом этот человек приедет к вам сюда 12 июля. Да, Александр Кокин. Вам надо обязательно прийти посмотреть на этого человека. Просто влядь на него и поймите, что такое чистота, что такое разумность, что такое глубина. Он является духовным учителем для тысяч людей. Это необычная вещь. Пожалуйста, приходите, если хотите посмотреть на возвышенного человека. Приходите на юлия. Посмотрите. Можно ли женщине, вырастившим детей, не искать от Бога в мужа, а предаться служению Богу? Это очень правильная вещь. Если женщина имеет детей, она защищена от своей жизни. Женщина имеет защиту от близких отношений. Если женщина одна, она должна быть замуж. Если женщина имеет детей, она может искать себе мужа, а может не искать, в зависимости от того, насколько она развита другого. Если женщина слабо развита другого, она обязательно должна искать себе мужа. А если она сильно развита, у нее есть выбор. Или она посвящает себя Богу, или ищет другого мужа. А можно посвятить себя куклу и заодно еще найти мусор. Это тоже нормально. Но выбор такой есть. Не обязательно, что все женщины должны обязательно быть заодно. Если есть дети, можно остаться одной и думать о Боге уже. Все зависит от того, чего хочет сердце. Потому что в личную жизнь нужно вкладывать силы. Не всегда вот что-то есть силы. Если женщины начинают заниматься женскими специальностями, то в результате мир просветает. Женщины должны воспитывать детей, заниматься стариками, нищими, заниматься бездомными людьми, больными. Женщины должны заботиться об обществе в целом. Создавать благотворительные организации, кормить людей. Они должны создавать разные фонды и так далее. То есть женщины должны заниматься служением обществу. Когда женщины так делают, то они сами расцветают от этого и общество расцветает. Женщины не должны заниматься механическим трудом. Они могут заниматься танцами, могут петь, рисовать, обучать людей, в школе преподавать. Эта женская деятельность дарит обществу любовь. Женщина не должна просто работать. «Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, положит розу вам на кровь цветочница анюта». Когда женщина занимается женским делом, обществе становится теплее. Почему холодно жить часто в каких-то западных странах? Я не хочу сейчас говорить что-то против западных. Я говорю против неправильной культуры. В России то же самое сейчас, холодно жить. Но нельзя сказать, что то же самое восточных странах. Таких как Иран, Ирак, Индия, Китай. Там женщины очень сильно склонны думать о семье и об обществе. И поэтому тепло. Тепло. В стране тепло. Теплота душевная процветает там, где женщины занимаются женскими делами. Женские дела означают все, что связано с людьми. И с машинами, и с танками, а с людьми. Женщина становится красивее, у нее становится лучше жизнь. И если вы работаете с детьми, это благословение Бога к вам. Ну, там все мальчики. Ну, ничего, можно забыть о мальчике. Иногда только одна девочка приходит с мальчиками. Надо себя строго вести. Ну, видите, строго. А я, наверное, по натуре нежная, мягкая. А вы можете плакать. Вот мальчики, допустим, проказничали. Вы сядьте перед ними и скажите. Ты так меня убедил. Поймите, что если вы по-женски к мальчику относитесь, он сразу задумывается. Вот каким бы он озорным ни был, ему стыдно становится сразу. И он начинает вашим пожаром. Идите себя по-женски. Как мать с ним. Возьмите его за руку и скажи. Не обижай меня. Близкие отношения с ним в твоем. Близкие отношения с ребенком будет с вами бояться проказничать. У него совесть начнет пробудиться. Женщина может пробудить совесть в любом человеке. Но очень легко. По-женски надо. Да не надо спробовать с ним взятости. По-женски просто. Установите близкие отношения, и вы сможете регулировать поведение ребенка. Близкие отношения с ним просто. Если ребенок очень проказный, возьмите его за ручку. Пойдем кушать. Лично его поведите за ручку. Так как он управляет всеми людьми, активный ребенок управляет всеми остальными людьми. Взяли его за ручку, все остальные тоже пойдут. Возьмите его за ручку и установите с ним личное отношение. Пойдем кушать. Ему будет нравиться, что его ведут кушать. Все тоже пойдут за ручку. Пойдем отдыхать, спать, пойдем в классе, пойдем. И все тоже пойдут. Так женщина может управлять ситуацией. Я влюбился в девушку. Год назад она оставила меня. Может быть, это односторонняя любовь. Я верил в нее. Я в этот год узнал, что она высотчила замуж. Я помню, они только хорошие. Желаю ей удачи. Ее зовут Дарьва. Дарьва – это санскритское слово. Означает божественное. У вас очень много санскритских слов, времен здесь. Очень сильно культура вашей страны связана с ведомым. Очень сильно. У вас много названий и слов, связанных с ведомым. На вашем языке. Да, это буквально переводится божественным. Без всяких искажений. С Нового года начали молиться. Вказал себе, жду один год. И борюсь за любимое что-то. Не надо бороться. Она уже замуж, если что. Чего за ней бороться? Все, она уже не важна. И надо надеяться, что она может вернуться. Понимаете, проблема заключается в том, что иногда человек путает человека с Богом. Если вы кого-то полюбили, это хорошо. Но не надо его путать с Богом. Влюбленность в человека часто обожествляет человека. Безответная любовь означает перепутать человека с Богом. Это всегда причина, такая любовь на неудачу. Я вам сейчас это очень легко докажу. Вот представьте себе, что вас так сильно полюбил кто-то, что не дает вам шагу шагнуть. Постоянно смотрит на вас, думает о вас. Как зомби ходят за вами. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Это же безумие уже. Такому человеку все равно хочет она с ним быть или нет. Это безумие. Так нельзя относиться к человеку. Человеку нельзя поклоняться. Это уже не влюбленность. Это поклонение. Результат всегда у нас был по отношениям. Всегда. Никогда не бывает по-другому. Сейчас я вам очень легко это докажу. Поднимите руку те люди, которые вот так влюбились, что мучили этой любовью. Вот так вот. Есть такие люди? Вот сзади. Вы сохранили эти отношения или нет? Смотри. Успокоилось потом все? Нет? Вот так вот ели-еле. Страшно, да? Так тяжело очень. Очень тяжело. Невозможно выносить такие отношения. Когда человек верит, как Бог в другого человека. Мы же не Боги. Мы не можем отдать человеку то, что он вкладывает в эти отношения. Никто не может столько людей назад вернуть. Это невозможно. Но иногда люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, что вы мне скажете, то я и буду делать. Я говорю, все, что скажу, будете делать? Да. Но тебе не право. Не надо обожествлять отношения с человеком. Не надо обожествлять отношения с человеком. А если она на кого-то посмотрела, улыбнулась, у меня в сердце стрела сразу. А-а-а! Ты почему на него посмотрела? Она говорит, ну, так получилось. Она же не Бог. Мне иногда получается смотреть на кого-то. Но когда мы обожествляем кого-то, то мы не даем возможности никак ошибаться с человеком. Мы сразу убежаемся в сердцах. Говорим, я думал на тебе, что ты такой человек, а ты вот такой. Это страшная ситуация. Так нельзя делать ни в коем случае. И причина, почему мы обожествляем человека, потому что нам надо в кого-то верить. Человек не может жить без веры. Ему нужно в кого-то верить. Если мы не поверили в Бога, значит, придется верить в человека. А когда человек верит в человека, тогда он сбивается с правильного пути. Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной. Даже сама мелодия этой песни означает поклонение. Идут пионеры. Идут пионеры. Привет и лечут. Это же поклонение кистей в человеку. Откуда оно берется? Если в жизни нет Бога, атеизм, значит, придется поклоняться человеку. Точно так же, когда человек духовно недоразвитый, он влюбляется в человека так, что может покончить жизнь с собой или разрушить жизнь этого человека. Такие отношения причины на неудачу всегда. Вот это вот как раз записка означает именно такие отношения. Надо закончить эти отношения. Но невозможно сразу так закончить. Потому что стресс возникает от неправильной выбранной цели. Если человек верит, что дом ему сделает ему счастливым, и как сумасшедший зарабатывает деньги на этот дом строит, там будет стресс. Если человек верит в женщину, там будет стресс. Если человек верит в ребенка своего, у меня ребенок Индиго, самый лучший на свете ребенок, там будет стресс. Верить надо только в Бога. И в тех можно верить, кто связан с Богом. Что такое святость? Святость — это связь с Богом. И опять же, надо верить в святость так, как она связана с Богом. Вот, допустим, есть возвышенный человек. Он служит Богу. У него есть недостатки или нет? Есть. Ничего страшного. Надо искать в нем то, что связан с Богом, а все остальное не имеет значения. Ну, как Олег Геннадьевич смог прийти в нечищенных бакинтах? Как это возможно? Он же такой человек. Я слушал его лекции три года. Это неправильно. Одна девушка ко мне подошла и говорит, вы сказали, что животные не должны жить в доме. А я верил в вас. Как вы могли такое сказать? Неужели вы плохо относитесь к животному? И она получила какие-то девушки. Она полностью разочаровалась ко мне. Не надо очаровываться, тогда не придется разочаровываться. Верить надо только в Бога. Вы находите стрессы сейчас. Вы думаете об этой девушке. Она вышла замуж, вы ее ждете. Это безумие. У Бога другие пары на нее. Вам надо учиться молиться Богу. В каждый момент вы и Богу ваша болезнь по отношению к этой девушке, это называется болезнь этой любовью, она будет гаснуть. Сейчас я вам открою некоторые секреты отношений. Чем отношения начинаются более страстно, тем больше в них страданий. Если отношения начинают с покойности, просто с дружбы, люди дружат, выясняют все, проясняют друг по отношению к другу все, то эти отношения сначала трудны. Это трудные отношения. Сначала трудны, потом будут счастливы. Когда отношения начинаются с очень сильной влюбленности, потом будет очень много трудностей в этих отношениях. Почему? Потому что влюбленность, она запускает карму. Чем больше влюбленности, тем больше похожести в людях. Похожести как в хорошем, так и в плохом. Означает тяжело в жизни. Очень много похожестей будет тяжело. Будут скандалы. Но это не значит, что это плохая семья будет. Хорошая семья. Но жизнь будет труднее. Поэтому, когда люди встречаются, у них спокойные отношения. Именно они нравятся друг другу. Но нет вот этого. Значит, будет все хорошо. А если страстные отношения очень. То значит, будет тяжелее. А? Если что, надо микрофон. Я не смогу все равно услышать этот человек. Вам интересно все равно? Да. Вы же как-то с человеком. Встречаетесь будет. Да. Не понравился. И что? Ушел? Нет, ну... Еще нет. Если вы только встречаетесь, ничего страшного. Можно встречаться или достаться. Нет обязательств никаких. Просто в это время не надо ни с кем другим встречаться. С одним начали встречаться, все позабыли. Все. Пытайтесь выяснить с этим человеком отношения. Не разочаровались в нем? Проверьте его, испытайте. Не подходит? Можете встречаться с другими, пытаться уже расстаться с нами. Не то, что он не подходит. Да. А? И хочется общаться, но не хочется, но не так напрягать. Его напрягать не хочется? Да. А придется? Да. Как раз общаться? Ну, что же? Не напрягаться? Невозможно. Больше не наслаждайтесь друг другом, говорите с ним о чем-то возвышенном пытаясь. Это отношения сделают более чистыми и хорошими. Люди должны учиться терпеть друг другу. Терпеть друг другу. В реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно «Страдания и обиды». Что с тобой стряслось вдруг опять? Ведь может я в чем не на упад? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Страдания будут обязательны. Я же вам объяснял, как это происходит. Люди, когда влюбляются, у них появляется жажда наслаждаться друг другом. Эта жажда рождает страдания и обиды. Что? Оздывает сердце в человеке. А у вас просто период. Это вот периодом зависит астрологический. Смотрите. Вот у вас три месяца назад теплое было сердце в нём. Сейчас остывает. Пройдет два месяца, опять потеплеет. Ну, общайтесь поспокойнее. Вы же хотите наслаждаться отношениями? Да, в это время надо служить. Идите на прошли. А вы хотите только наслаждаться, да? Нет, я не могу. Ну, служите. Молитесь Богу и служите. Очень ранее, очень ранее, душу. Мучиться всё равно придется. Обязательно. Вы успокойнее вам стало, нет? Человек успокаивается, когда узнает правду. Я вам сказал правду, что придется мучиться, продолжает строить отношения. Служите человеку. Служите человеку. У вас есть выбор. Вы можете с ним быть, можете и с ним. Но сомневаться у вас нет права. Можете служить этому человеку, заботиться о нём. Если у вас остывает сердце, больше служите. Молитесь, служите больше ему. Но если вы начинаете сомневаться, это предательство. Я вам объясняю правду. Заботиться о нём. Заботиться по-женски. Спрашивать, как дела. Я желаю тебе счастья. Что-то сделать хорошее для него. Приготовить пирожки, принести. Не сомневайтесь в этом. Взяли, приготовили пирожки, принесли к нему на работу. Очень скромно. Я пришла тебе с пирожками. Не сомневайтесь. Это правильно так будет. Вот я тебе не просил же пирожки к нему приносить. Чего ты пришла с пирожками? Чтоб ты покушал. Но я сытый. Ну раздай, друзья. Смотрите, у меня какая подружка. Чего ты все время выдумываешь. С гимна пирожками пришла. Муж говорит все, что угодно. Но сердце у него будет теплее подружки. Теплее. Вы готовы служить человеку? Или хотите всегда наслаждаться им? Служение – это аскеза. Я думаю, что все будет хорошо. Как привелить границу между служением и воспитанием? Есть ли разница между этими понятиями служениями и воспитанием? В случае, если семья уже создана, в случае, если люди только строят эти свои отношения? Как приведут гордость научиться служить людям, которые твои подчиненные на работе? Или твои куда-то друзьями? Очень много хороших вопросов. Давайте на все их будем отвечать, да? Много хороших, замечательных вопросов. Как определить границу между служением и воспитанием? Другими словами, когда надо начать воспитывать человека? И когда ему надо служить? Граница определяется самим человеком. Всегда, когда человек не доверяет отношениям и хочет ими просто пользоваться, всегда ему надо только служить. В тот момент, когда у него в сердце появляется уважение, а оно выражается в том, что он вас слушает, прислушивается к вашему мнению. С этого момента надо начать его воспитывать. А также воспитывать надо человека всегда в крайних ситуациях, когда его понесло на сторону, решил погулять. Или когда он делает ошибки какие-то серьезные. И воспитание человека всегда состоит из трех этапов. Первый этап. Нужно сказать человеку правду. Если он обиделся, значит, нужно его успокаивать. А если он не успокаивается, значит, надо отстраниться от него, выполнять перед ним свои обязанности и не общаться с ним близко. До тех пор, пока он не начнет подлизываться. Перевык подлизываться? Пытаться вас как-то обрадовать. С вами как-то пытаться наладить отношения. Но это тоже не надо поддаваться. Нужно, чтобы он принял ваши слова. И когда он готов обсуждать, тогда надо сесть и сказать ему стерильно, почему я так считаю, почему лучше вот так делать. Не то, что я против тебя или считаю, что ты плохой человек, но ты все равно должен стремиться изучать, как бросить курить. Потому что я знаю точно, что курение разрушает твою жизнь и нашу семью. Запах никокина разрушает мою возможность зачать детей. А если это возможность остается, то запах никокина может привести к тому, как родиться уродов. Поэтому ты должен бросить курить. Пытайся к этому идти. Для этого нужно слушать реакцию, изучать, как жить правильно. Бросить курить можно только с помощью знаний. Но если что-то, говорит, я не могу пока это сделать. Ничего страшного. Главное, чтобы у тебя было такое желание. И все. И дальше продолжать терпеть, служить человеку. Не навязываться с этой идеей к нему. Испытание всегда нужно в остальных ситуациях. Когда у человека страшная какая-то беда в жизни. Он спивается, он курит, он уходит в незаконные отношения какие-то, гуляет от жизни. Нужно воспитание. Нужна борьба за близкого человека в это время. Воспитывать означает бороться. Воспитание всегда война. Но войну нужно вести деликатно. Когда мы служим близким людям, у них увеличивается благодарность в сердце, а снаружи они нагреют. Я, допустим, в спиренах готовлю мужу что-то. Он в сердце благодарным становится. А снаружи ему кажется, ну, я просто такой хороший человек, что мне досталась такая жена, что мне любит готовить. Это не то, что она старается готовить. Это потому, что я такой хороший она готовит. Разок жена меня понагладила, полностью одела красиво на работу. И говорит, ты сегодня красивый выглядишь. Я посмотрел на себя и так пошутил с ними. Говорю, это я такой по природе красивый. Она говорит, а я думала, что это потому, что я тебя наглядил. Всегда, когда мы служим человеку, он немножко нагреет. Это неизбежно. Но внутри у него появляется благодарность. Эта благодарность дает возможность его воспитывать. Когда надо начинать воспитывать? Когда уже мы видим, что пора. Ну, человек выходит за рамки. Это первый вариант. Второй вариант. Когда он начинает слушать, тогда ему надо воспитывать. Но воспитывать всегда надо великатно близкого человека. Потому что если мы воспитываем другого, он никогда не воспитается. Он будет делать все наоборот. Деликатно означает подобранный. Один начальник подошел ко мне и сказал, у меня очень страшная ситуация в коллективе. Когда я наказываю людей, они против меня взглядся и бунтуют. Когда я их не наказываю, они наглеют. Что делают? И я ему объяснил, что не проблема наказывать или не наказывать. Проблема заключается в том, что у тебя к ним нет любви. Потому что для того, чтобы человека наказывать, надо сначала его полюбить. Не баловать, а полюбить. Вот, например, если... Я ему объяснил, что если у тебя подчиненный заболел, ты должен прийти к нему домой и сказать, как дела? Начальник приходит домой, представляете, и говорит, как дела? Тебе помощь какая-то нужна? Может, тебе моих знакомых врачей как-то попросить, чтобы они тебе помогли? И потом, через два дня, весь цель будет знать об этом уже, понимаете? Что начальник приходил вот к этому человеку. Назвается любовь. И она дает право начальнику наказывать этого человека и сказать ему потом, почему ты не выполняешь свои обязанности на работе? Ты же уже вылечился, ты здоровый. Пожалуйста, работай как положено. И он будет работать как положено. То есть, когда начальник вкладывает человека, тогда он может из него спрашивать потом, и тот будет подчиняться. Любовь — это огромная сила. Она на всю жизнь оставляет печатать. Я раз в школе после уроков занимался в группе продленного дня и учился вместе с воспитателем. Ну, с учительницей, которая там нас учила, помогала нам делать домашние задания. И там было несколько книг на полках стояло. И одна книга такая толстая была на суше и на море. Это была новая такая книга. Я никогда таких книг не видел. Она мне очень понравилась. Я начал ее читать. Там много интересного всего описано. И я ее украл. Унес домой тайком эту книгу. Но она видела, что я читаю ее каждый день. Ей несложно было понять, кто ее взял. Она пришла неожиданно домой к нам. Мама открыла ей дверь. Она говорит, а где Олег сейчас? Она говорит, а ну, думаю, у себя в комнате. И она заходит в комнату сразу без суток. И я сижу с этой книгой. Она говорит, а как дела? Я пришла к тебе навестить. Я говорю, нормально. Она говорит, а что ты читаешь? Я говорю, вот эту книгу. Она говорит, а где ты ее взял? Я говорю, взял в школу. Она села рядом со мной. Тебе нравится эта книга? Я говорю, да. А сам такую вообще не так тяжело стало. И она говорит, ну, ты все следующие раз, если захочешь ее взять, пожалуйста, спроси. Потому что иначе получается, что ты ее украл. У меня всю жизнь запомнил этот случай. Потому что она с любовью меня учила от воровства. Представляете, как она сделала это правильно, что я запомнил эту всю жизнь? Это проявление любви. Она не могла ругаться, сказать родителям, смотрите, он у нас ворюга. И я вообще не сделал никакого урока из этого. Она ничего не сказала мне родителям, никому. Просто пришла ко мне, вскрыла проблему, сказала, как правильно, ушла. И даже книгу с собой не взяла. Я ее сам принес на запас. Это называется любовь. Когда человек вкладывает любовь, он имеет право воспитывать уже. Дальше. Любовь может быть строгой. У меня была учительница, любимая учительница. Она мне поставила в первый день учебы в первом классе две единицы. На первой странице. И я подумал, что она очень понравилась учительница. Я пошел и вышел из школы. Да, я пошел за школу, так обошел, чтобы меня никто не видел. И начал вырывать эту страницу. И я как раз встал напротив нашего класса. Я далеко в ходе, как раз встал напротив нашего класса. И когда я, ну, вывал, я посмотрел, никого нет. Я увидел, что она в окно смотрит на меня и пальцы перенела. Я пошел назад. Она мне пронимировала страницы, пела все назад. И отправила. Я получил потом наказание за единицы. На следующий день я получил четвертую уже. Все выучил. И подумал, хорошая учительница. Но почему я так потом? Потому что она всегда по дому не смотрела. Она мне поставила плохие оценки, но при этом по дому смотрела. Она меня просто обучала. Когда мы с любовью слушаем 10 людей, мы имеем право их обучать. У нас на это есть права. В этом граница между служением и воспитанием, любви. Достаточно любви можешь воспитывать. Вот смотрите, допустим, кто из вас не может сказать человеку воспитывать близкого человека? Поднимите руку. Вы не можете сказать ему ничего. А почему? Чтобы он не обиделся. Давайте микрофончик. Есть микрофончик? Сейчас мы с ним пообщаемся. Копаем. Где? 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 Ну, и к чему это приводит? Если вы не можете сказать близкому человеку ничего. Он же начинает нагреть, правильно? Да. Он начинает вести, как он хочет рядом с вами. Что хочет, то и дело. Так и получилось. Получилось. Но это означает, что вы его не любите, получается. Когда вы слышали вас? Когда вы слышали, вы слышали? Он не думал, что он... Знаете, мы на самом деле не говорим близкому человеку правду, потому что мы не верим ему. Когда человек верит человеку, он приходит к нему и честно говорит правду. Это признак веры, это верение. Почему мы боимся, что он говорит правду? Потому что мы боимся, что он меня бросит. Мы не верим. Неверие означает, что вы не стучитесь к ему сердцу. Надо стучаться к сердцу. Когда женщина улыбается, строит власти, наслаждается с близким человеком, в этом нет никаких близких отношений. Это просто наслаждение и все. Риски отношений начинаются тогда, когда вы стучитесь к ему сердцу. Вы желаете ему счастья, просите прощения, прощаете его. И когда вы такое делаете, то тогда вы можете так же ему сказать правду, потому что вы близко к его сердцу находитесь. Вот я, если бы не хотел с вами честных отношений, я бы вам тоже не говорил правду. Я бы не стучался в ваше сердце, не говорил. Я бы вообще вам не задавал никаких вопросов. Прочитал лекцию и пошел. А вдруг они на лекцию не придут в следующий раз? Это означает, что я корыстный человек. Я хочу больше себе последователей, но не хочу вам сказать правду. Или я могу вас куда отмечать? Говорит, что вы все плохие, я хорошим. Это тоже означает корыстный. Когда человек служит близкому человеку, а не просто ждет от него человека, то у него появляется смелость в отношениях. Смелость. Преодолейте это ожидание. Просто заботьтесь о нем, служите ему. Станьте смелыми в отношениях. Есть ли разница между понятием служениям и воспитанием? Если семья уже создана, и в случае с ним только строятся отношения. Если семья создана, то отношения более сильные, и в них больше возможностей. Когда отношения только строятся, то мы часто не имеем права воспитывать человека. Нам надо ему в основном служить, заботиться, прояснять отношения. Но мы не имеем права воспитывать в это время. Воспитывать можно только того, кто тебе доверил свою жизнь. Но если ты строишь отношения, ты можешь просто заботиться о человеке, терпеть его. Не нравится — не строят отношения. Нравится — строят отношения. Терпи, прощай, забойся. Воспитывать чуть-чуть можно. Почему немножко? Или как, но очень немножко. Не превышай свою полномочию в отношениях. Как победить гордость? Чтобы победить гордость, для этого надо сначала в себе ее увидеть. Гордость — это самая незаметная вещь. Каждый человек имеет гордость. И увидеть он может ее только глазами старшего. Другого способа увидеть гордость нет. Поэтому каждый человек должен в своей жизни иметь старшего. Нет старшего — нет развития. Кто-то должен быть старшим в жизни. Если нет старшего, значит, вы не сможете с совестью общаться со своим. Общаться с совестью можно только через старшего. Только духовно просветленные люди могут напрямую к совести обращаться. Потому что они сами себя готовы наказать. Большинство людей не имеют силы себя наказывать. Люди в невежестве себя считают святыми. Люди в страсти считают, что у них больше, короче, в качестве, чем у всех остальных. Люди в благости себя считают грешниками. Такова квалификация благостного человека. Он видит у себя грехи. Невежественный даже не может догадываться, что у него есть грехи. Он себя считает очень классным. Страстный человек по ситуации. Иногда раскаивается, иногда нагреет. Как мы выгодны. Вот выгодно раскаивается, он раскаивается. Жена уходит, допустим, он раскаивается. Жена не уходит, он нагреет. Это жизнь страсти. Но благостный человек всегда в молитве учится видеть свои места. Современная психология часто говорит, не надо себя унижать. Не надо смотреть на свои недостатки. Считай себя хорошим всегда человеком. И у тебя все будет хорошо. Это полное безумие. Правильное чувство собственного достоинства означает не считать себя хорошим, а сделать хорошим пастухом и получить счастье в сердце. Потому что мы сами себя не оцениваем, нас оценивает совесть. Я хороший, когда я сделал хорошее дело. Но это не мое дело себя оценивать, меня Бог оценивает. Чувство собственного достоинства работает правильно, когда человек делает добрые дела. Но если человек сделает такое дело, когда он себя оценит по-настоящему, когда он себе скажет сам, я свинья, тогда Бог у него в сердце будет доволен. Вот это современная часто философия «я солнце, я большое светлое солнце», «я хороший», «я красивая», «я красивая», «я красивая». Сделай хорошее дело, будешь красивым. Возьми, сделай что-то женское для кого-то, будешь красивее сказать. И надо себе самогушением заниматься. Конечно, себя тоже там уродиться и не надо считать. Но надо больше действовать, чем самовосновение заниматься. Некоторые люди говорят, я чувствую себя как-то ущербным. Постоянно обо всем сомневаюсь в жизни. Что это значит? Это значит, что ты недостаточный служишь людям. Один раз один ученик пришел к своему наставнику и говорит, я такой падший, у меня столько недостатков, я самый падший. Духовный учитель посмотрел на него и говорит, очень строго ему сказал, «Попытайся понять, что ты не самый падший, ты просто падший и все». И вообще постарайся поменьше думать о себе. Я самый падший, я самый падший. Иди и что-то сделай полезное просто. И уже не будешь самым падшим. Видите, это желание, ощущение созвоения полноценности идет от отсутствия служения. Незанятости просто. Сердце не занято, поэтому оно такое себя постоянно или восхваляет. Но постоянно о себе. Есть два способа думать о себе. Или восхвалять себя, или ругать. В этом случае надо просто идти и сделать что-то хорошее. Иди картошку покопай. Сразу забудешь, падший ты или не падший. Иди покопай картошку просто. И все. Возвышенная личность не думает о том, что он падший, но знает об этом. Возвышенный человек постоянно знает служение, но он знает о своих недостатках. Он не думает о них, а просто знает. А вот грешник постоянно думает о себе. Или со знаком плюс, или со знаком минус. Но только о себе. Я несчастная, я несчастная, я счастливая, я счастливая. Все это одно и то же. Толку от этого никакого нет. Смотрите, как звучит вопрос. Как победить гордость и научиться служить людям? Не надо побеждать гордость и учиться служить людям. Надо просто идти и служить людям. А если у тебя не хватает вдохновения, послушай лекцию. Всегда, когда у меня есть возможность, я слушаю голос святого человека. Потому что единственный способ получить вдохновение, делать правильные вещи, это контакт со святостью. У нас тут одна проблема, нам не хватает вдохновения. Лучше нет проблем. Кто-то уставит, да? Отвести свои чувства. Надо мало поедать, наверное, да? Надо еще поспеть. Вечный покой. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг. Ослабительный мир. Человек — это как звезда. Мы маленькие искорки духовные. И мы падаем. Мы летим от Бога в этом мире. Падает, гаснет. Когда искра летит от Бога, она гаснет. Гаснет, становится более несчастным. В этом мире никто не прогрессирует. Все только стареют. Мы рождаемся, но сразу начинаем стареть. И в сердце у нас все больше и больше грехов каждую единицу времени выходит изнутри. Поэтому человек в старости становится очень напряженным. С каждой секундой жизнь становится все тяжелее. Вечный покой вряд ли сердце обрадует. Каждый человек стремится к этому вечному покою. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну слава Богу. Алло. Все нормально или нет? Ну честно. Ну слава Богу. Вечный покой. Сердце приятный обрадует. Мы должны беречь этот мир. Для того, чтобы повернуться назад, перестать падать, надо вернуться к Богу. Надо искать святость, чистоту. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Слушаем лекцию. Служим другим. Заботимся обо всех. Прощаем. Просим прощения. Так человек должен жить. Он не должен просто ждать счастья. Когда мне хорошо будет. Когда в кино пойдет. Когда отпуск. Когда работа закончится. Когда на трамвай сядут. Когда на мою приеду. Когда лекция закончится. Куда закончится. Дети не кормят. Вечный покой. Сердце бурятли. А в кроватуре. Это несчастье. Все это несчастье. Это просто отсутствие страдания. Часто люди не стремятся к счастью в своей жизни. Они не просто хотят, чтобы не было страданий. Ты не болеешь. Все нормально. Ну слава Богу. Все хорошо. Это несчастье. Человек должен стремиться к служению. Он должен заставлять себя трудиться в своем сердце. Он не должен расставляться. Он не должен стремиться к покое. Надо заставлять себя трудиться. У нас в сердце у всех есть одна проблема. Она заключается в том, что нас постоянно манит в вечный покой. Нам постоянно хочется расслабиться в этом мире. Я хочу отдохнуть. Хочу наесться. Хочу секса. Хочу комфорта. Это сила, которая нас манит в покое, в расслаблении, в счастье. Она разрушает человеческую жизнь. Эта сила заставляет все время возвращаться к одной и той же проблеме. Манит, 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 паруси, путешествия по замкну друг к другу. Понимаете? Каждый раз одно и то же. Где-то я это уже люблю. И нужно побеждать в области. Вон, если это наказание. Наказание не побеждают. Вот если я стою в углу, как мне победить то, что я стою в углу? Как мне победить гордость, обидчивость, гневливость? Я хочу обманывать. Хочу воровать. Хочу денег. Хочу есть. Как мне все это победить? Хочу внимания, признания, любви. Как мне все это победить? Не надо это побеждать. Просто служить. Вот с тем, что есть служить. Ты стоишь в углу, наказан, мы все наказаны в этом мире. Поэтому у нас все эти недостатки есть. Это наказание. Это не моя черта характера. Она дана мне. Она также может быть и взята. Я могу перестать быть обманщиком. Я могу перестать быть гордым человеком. Это происходит не по моей воле, а по воле Бога. Я стою в углу наказан. Как мне выйти из угла? Никак не выйдешь. Выйдешь, еще больше будешь стоять. Надо просто служить. Прямо в углу начать служить. Ну как в углу служить? Там же не говорим. Можно стоять в углу и говорить. Я желаю всем счастья. Папа проходит. Опа. Че такое? Начал желать всем счастья. Я. Сразу срок сокращается. Правильно? Человек начинает служить. Заботится обо всех. Всем желать счастья. Срок сокращается сразу. Он может его из угла выпустить. Но он когда желает всем счастья, ему все равно стоит он в углу или нет. Когда человек начинает служить, ему все равно страдает или не страдает. Одинокий, не одинокий. Он разрушает свою судьбу. Несчастную судьбу разрушает. Он в углу стоит всем, желает счастья. Обо всех думает. Хорошо. Я виноват. Я хочу исправиться. Я виноват. Я хочу исправиться. Я желаю всем счастья. Папа. Ну выходи из угла. Все. А если хотите выйти из угла, папа, я вот и больше не могу. Стой дальше. Ммм. Кто еще? Спасибо вам за ваш вопрос. Я этого уже ответил на вопрос. Да, в отношении с Андреевичем отрабатывает свою судьбу. Может ли быть, что с одним человеком эта работа будет легче, а с другим тяжелее? Если женщина бросает мужа, у нее в сердце поступает холод. И она не может встретить никого. Или встречает живет человека, но нет ощущения родственных чувств. Для этого надо не раскаяться сначала. Она, когда раскаивается, тогда потом она может найти себе другого человека. Вернее, он находится. Потому что Бог соединяет людей. Но если мужчина бросает, то у него сердце становится горячим, как огонь. И это горячее сердце привлекает пламенную любовь в его жизни. Вот мужчина бросил кого-то. И что дальше происходит? Он очень быстро находит себе другую девушку. У него разгорается пламенное отношение с ним. Потом она ее бросает. Он находит следующую. И так далее. Он не может остановиться. Женщина, которая бросает, становится одинокой. Мужчина, которая бросает, становится гулящим. Все это ведет к разрухе. Это приводит к опустошению человека. Поэтому таких вопросов в голове не должно возникать. А может быть, что с одним человеком отработка кармы тяжелее, а с другим станет легче. Таких вопросов не должно возникать в голове, потому что Бог умнее вас. Мы же с ним справимся, прежде всего, с Богом. Он не дурак, знает, что происходит. Стоит ли вступать в отношения, если видишь, что с ним будет непросто, с этим человеком? Если вы еще не вступили в отношения, не стоит. Но если вы видите, что с этим человеком будет хорошо, это не значит еще точно, что с ним будет хорошо. Но это знак, что надо вступать в отношения. Если вы чувствуете, что все хорошо с человеком, складывается, все нормально, вступайте, значит, Бог хочет, чтобы эти отношения не были. Но это только начало вины нашей любви. Смотрите, все сказки как начинаются. И бабушка сражает за Аленушку, они сражаются, змеи горыча гробнули, все встретились как бы. А дальше, что интересные вещи происходят. И там говорится, вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Не стали жить пожевать и добра наживать. Все, точка. А что дальше, никто не пишет. Как Ивановская с Аленушкой дальше жить, никто не пишет, потому что там все и начинается. Потому что Змей Горыныча надо в своем сердце гробнуть, мой хороший. Там Змей Горыныч сидит, понимаете? И у Аленушки этот Змей Горыныч, он чем занимается? Горелку пьет. Змей Горыныч. А у Аленушки ненавидит Иванушку, который пьет Горелку. И надо этого Змей Горыныча придушить сердце свое. Если видите, что с ним будет непросто, но ведь это твой объем работы над собой, и он не зависит от того, с кем ты его проходишь. Нет, немножко не так. Хорошо проходить свою работу с тем человеком, кто тебе сужен. Если человек сужен, это значит, что чувствуешь, что тебя тянет к нему. Если к человеку тянет, значит, и мучиться с ним легче, потому что никуда не денешься. Вот в подводной лодке мучиться легче, потому что никуда не деться с подводной лодкой. И там все дружатся, грустят. Никуда не убежишь. Так и у любовь. Когда человек перед ледом человеком, он никуда не может убежать от него. Поругался, опять простил и дальше занял. Хорошо. Влюбленность — это хорошо, она нужна. Не то, что вот всю жизнь человеком начал жить, он тебе не нравится, все равно как бы обрабатывать, это неправильно как бы. Неправильный подход жизни. Должна быть связь между сердцем. Вначале. Потом она тает, может совсем против. Но это всего лишь от того, что вы не знаете, как правильно строить отношения. Отношения начинают так же вонять, как зубы во рту. Вот если, допустим, зубы воняют по-страшному, значит, тебе это надо, чтобы их все поддергать, поддергать свои зубы. Остаться без зубов. Никто же так не думает. Но если отношения воняют, зачем их разрушать? Надо очищать эти отношения. Зубы мы не дергаем, да? Отношения разрушаем. Это неразумно. Тебе по удалок как зубы, так и близкого человека точно так же. Еще неизвестно, что важнее. Можно, например, искусственные зубы вставить, но искусственного близкого человека как не вставить свою жизнь. Должен их настоящим? С искусственным никто жить не будет. Нужен настоящий. Поэтому берегите отношения, чистите их. Нет счастья в отношениях, они грязные стали просто. Их надо очищать. Желать счастья, прощать, от всех прощений. Причем некоторые думают, ну невозможно уже. Да вы только начните. Вот у кого невозможно? Поднимите руки. Невозможно, так? Как зовут человек? Прошу. Его как зовут? Иван? Влад. Владис. Владис. Он такой глубокий человек, да? Вот такой вот. Серьезный, да? А вы забыли о тебе об этом, правда? Не забыли? А почему вы не можете с ним строить отношения? Невозможно. Почему невозможно? Сейчас начнете желать ему счастья. Давайте сердцем, сердцем начнете желать ему счастья. Я буду за вами следить. Я чувствую вашу сердце. Давайте начнете желать счастья. Желаете счастья. Видите, фрикят себе, да? Желаете счастья. Желаем, но как? Формально. Формально? Формально, желаем. Вот я вам сейчас дам стакан с воды. Формально. Формально. А дни? Пустой. Давайте желать вам стаичнее. Вспомните святость святого человека. Есть святость вашего. Вспомните штуки к 겁 deter pour? И подумайте о своем. Семенский человек. Получить? Не, как-то жаловый. Ой, как же хорошо. И так, конечно, вам нужно ответить, но это значение, что у вас есть, а с сердцем и сердцем. А почему вам нужно ответить, что это было с ним в лесу? Ну, может, он хороший человек. Угу. Ну, вот и все. Видите, как несложно. Вы говорили, невозможно просто с ним установить отношения, но вы уже установили с ним отношения сейчас. Они же сердце устанавливаются отношения. И теперь надо это убить. У вас сейчас сердце с ним соединит. Между вами столько обид, грязи в отношениях, как будто муки. Ваше сердце, оно не любит это все работать с ним. Не любит прощать прощения, просить, трудиться над отношениями. Не любит. Оно хочет просто, чтобы они были хорошими. Вот если я сейчас иду на лесу, сяду, и буду ждать, тогда вы оставите их хорошими. Из этого что-нибудь получится, да? Ну, так же и в ваших отношениях. Надо сердечки ваши очистить в отношениях. Надо прощать ему, просить прощения, желать ему счастья. Каждый день это делать как минимум часть с утра. Думайте о Святом Человеке, о святости и так вот этой заниматься каждый день. Вот вы думаете сейчас об этом? Вам легко об этом думать, нет? Легко? Трудно? Трудно. Знаете почему? Сердце каменное, каменное. Это не он каменный, а у вас там камешек внутри вашего сердца. Надо составить себя так жить. Вы же не пробовали никогда пытаться сердцем почувствовать другого человека. Никогда не пробовали, поэтому и чувствуете, что это невозможно. У вас нет знаний. Вы первый раз нам говорите? Я рад вас видеть здесь. Они вас привели, да? Они улыбаются. Нет? Ничего, это все у людей. Я на своих лекциях написал кандидацию в диссертацию и серьезно изучал статистику. И оказалось, что у людей меняются отношения, начиная с года слушания лекций. То есть в год где-то люди слушают лекции, начинают жизнь меняться только после года. А год они просто в тему вникают. Они просто пытаются это все понять, разобраться. А первый раз там вообще ничего не понятно. Я помню, когда я начал только изучать любовное знание. Два-три года я вообще ничего не соображал, что происходит. Я просто как бы вникал в эту тему. Постепенно все открылось со временем. Ума узнала, что муж гомосексуал. Почему? Ну, потому что там, где нет духовной жизни, там всегда деградация. Понимаете, когда человек не занимается духовной практикой, то понимание любви очень примитивное. Любить же хочется, да? А люди, которые не занимаются духовной практикой, у них любовь, она только в одну сторону направлена. Это в секс. Люди, которые занимаются духовной практикой, они по-другому любовь вообще не принимают, не воспринимают. Любовь – это только секс и все. А любовь должна постоянно развиваться, она не может по этому мести. И когда человек с женщиной сексом-то занимался, много, это уже мало. У него уже неинтересно, ему надо по-другому как-то с женщиной сексом заниматься. Извращенный секс начинается. Когда женщина извращенным сексом позаниматься, уже что-то не то. Может, с мужчиной попробует? Понимаете? Когда человек не понимает, что такое любовь, он начинает искать новые способы сексуального наслаждения. И постепенно деградирует в этом вопросе. Чем более извращенный секс, тем больше он засасывает. Вот когда человек начинает сексом заниматься и издеваться над женщиной, это называется садизм. Если у него получилось, женщиной с какой-то так заниматься сексом, и она привыкла к этому, то он уже не сможет по-другому сексом заниматься. Это засасывает. Чем грубее секс, тем он больше привлекателен. Потому что секс – это насилие над человеком. Это допустимое насилие. Оно раздает возможность начинать детей. Допустимое. Это животные чувства, понимаете? Животные, не человеческие. Но это необходимо для того, чтобы рождались дети. Секс также необходим для того, чтобы снимать напряжение. Если человек духовной практикой не занимается, то у него психическая энергия опускается вниз. Когда она опускается вниз, она увеличивает жажду вкусной пищи и жажду секса. И комфорта. Человек очень сильно начинает привязываться к этим вещам. Когда духовная энергия поднимается вверх, он остывает к этим вещам. Но он не сильно привязывает к пищи, сексу и больше думает о Боге, об отношениях, работе над собой. Его жизнь становится легче и счастливее в этом случае. Но когда человек очень сильно привязан к сексу, он не работает над собой, то его секс постепенно начинает извращаться. Его уже не удовлетворяет такой секс, как был раньше. Ему нужно больше, разнообразнее и так далее. Но это всего лишь только одно объяснение этого вопроса. Есть еще другое объяснение. Когда человек не работает над собой долго, то у женщины в этом случае начинают развиваться мужские качества характера. А у мужчины – женские. А если человек в следующей жизни уже рождается, не работая над собой, то у него появляются уже наклонности к своему Богу, а не противоположному. Так женщина, которая привязана была, ну то есть как мужчина себя вела, она в следующей жизни рождается мужчиной, который очень по-женски настроен. И он находит себе мужчину. Гомосексуализм – это всего лишь этап деградации человечества. Это этап деградации человечества. Когда человек начинает работать над собой, то первое, что происходит, он сначала, ну его черты характера начинают соответствовать полу. Ну, допустим, мужчина, как женщина себя ведет, он, когда начинает работать над собой, становится мужественным. Это первое, что происходит. А потом у него меняется половая ориентация. Поэтому, если у вас, допустим, склонен к гомосексуализму, это всего лишь признак его духовной недоразвитости и все. Это означает, что он просто не работал над собой никогда. Он начнет работать над собой и у него постепенно это все уйдет из жизни. У меня есть один гомосексуалист знакомый, который начал слушать лекции, и он сначала рассказывал мне, что у него больше мужественности в характере появляется, а потом постепенно он ушел от этих отношений и женился с пациентом. Это результат правильного, правильного поведения, правильного работы на цели. Вот и все. Не надо гомосексуализм воспринимать как норму, и не надо гомосексуализм воспринимать как медзость. Надо воспринимать его как болезнь и заботиться об этих людей, давая духовное знание. Это просто невозможность человека жить правильной жизнью. Невозможность. Не нежелание, а невозможность. Любить же надо. А если любится мужчина, если любится мужчина, что ему делать остается? Понимаете? Поэтому нужно состраданием к этим людям относиться. Они не получают внутренние силы, правильное отношение строят. Половым планом. И также не нужно думать, что это нормально, потому что сейчас в Европе это очень распространено. Давайте признаем, что это хорошо. Признать возможности этих людей так жить – это нормально. Но признать, что это хорошо – это безумие. И при этом я не, ну как этих людей называют, гомофоб, да? То есть против, я против. Я против безмравственности. Безмравственности. Против против. Когда секс становится основой жизни. Ты гомосексуалист или гетеросексуалист, думай о Боге. И у тебя все в жизни станет как надо, молодец. В одной этой человеке не здоровый. Не имеет значения. Есть болезни разума. А есть болезни ума, тела и т.д. Разные типы. Живя в Италии, как здороваться, если все целуются и обнимаются? В Италии есть разные слои людей. В Италии один слой невежественный. Там не целуются и обнимаются. Там и фав. У бандита, инстерита, убиванта и стрелянта, ну и убита. Пистолета, то и это, деджинпанка, миллионы и приванта на законы. Все переводят? Простите меня, это уже слишком сильный подход. Он не переводит. Итальянцы в невежестве – это мафия. Итальянцы в страсти – это как же везде светское общество. Означает обнимаемся, целуемся между собой в перемешке. Одежды у женщин меньше, чем положено. И так далее. Это просто светское общество. Но есть следующие в Италии. У них другие законы и правила отношений. Я об этом знаю. Потому что у меня есть итальянцы, друзья, из среды благостных людей. У них совсем другие правила отношений. Они очень культурные и правильно себя ведут друг с другом. Поменяйте сферу своих отношений. Развивайтесь как личность. Пытайтесь развиться. И вы увидите других людей, которые по-другому сами идут. Пойдите, найдите себе другое окружение. В этом ответ на этот вопрос. Если вы думаете, что таких людей нет, то это неправда. У меня есть несколько знакомых из Италии, которые по-другому совершенно живут. У нас еще кто-то, где у нас дали снищие, мы будем раздавать. А, есть вопрос. Ну, ты можешь его взять себе и потихоньку его уже так врезать. Там. Чтобы все сейчас будут на тебя смотреть. Чтобы много кусочков получилось. Это лидическая культура – раздавать слабости. Кидаться слабостями – это французская культура. Раздавать лидические. А, есть? Все силы прямо. Нас впереди еще только. Вот девушка, которая первый раз пришла, сейчас ваше время. Ваше время сейчас. Потому что вы сейчас можете вспомнить святое что-то, думать и сравнить и желать ему счастья. Вы увидите, как отношения начнут восстановиться. Потому что мы буквально с вами чуть поговорили, я уже увидел, как проделана большая работа. Если вы каждый день будете делать, то вы так легко обсудите. Я очень люблю. Надо вспомнить что-то святое в своей жизни. Это огромная могущественная сила. Я имею в своей жизни несколько событий, которые спасли мою судьбу. Благодаря тому, что я вот это делаю. Вспоминал святого человека, молился. Это огромнейшая сила победы над судьбой. Повторяю, я желаю всем счастья. Энергию святости надо направить на других людей. И тогда счастье приходит в нашу жизнь. Счастье – это такая сила, которую не поймаешь. Оно независимо. Если мы думаем о святости и о дорогах других, счастье живет внутри нас. Если мы подумали о себе, счастье будет. Оно никогда не будет жить в нас, если мы думаем о себе. Учите, старайтесь учиться. Вы счастливы. Я желаю всем счастье. 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 Я живаю всем счастьем. Я живаю всем счастьем. Я живаю всем счастьем. Я живаю всем счастьем.